Сегодня днём в авиастроительном районе в одном из домов посёлка Северный случился пожар. По словам очевидцев, прежде чем появилось пламя, раздался громкий хлопок. Несмотря на оперативность сотрудников МЧС, спасти пожилую женщину, которая находилась в доме, оказалось невозможно. В момент возгорания в доме находились два человека. 80-летний пенсионер и его пожилая родственница. Мужчина первым выбежал на улицу. Увидев поднимающийся дым, соседи вызвали сотрудников МЧС и скорую помощь. В этот момент в здании находилась женщина. Очевидцы попытались открыть окна и помочь пострадавшей, но было уже поздно. Наши все пробовали и дверь выбрали, и открывали, а там уже дымлёно было, и туда никто не пробовал. Местные жители рассказали, что строительство этого дома продолжалось около 15 лет. Совсем недавно его владелец наконец-то полностью закончил ремонт. Но, по словам соседей, за это время здание выросло до таких размеров, что практически вплотную встало к их домам. В момент пожара возникла опасность, что огонь может перекинуться дальше. Все время думала, если огонь будет, это если пожар выйдет, или с нашей стороны, или с нашей стороны, это никому не спастись. Я не знаю сегодня, каким чудом мы спаслись. Наш дом не сгорел. Вот Аллах, саклаханый, Аллах, шикар. Подъехавшие медики оказали пострадавшему пенсионеру помощь и госпитализировали его. К несчастью, женщину спасти не удалось. Она скончалась еще до приезда врачей. Причинах пожара сейчас разбираются дознаватели. На улице Альберта Камалеева строительный кран упал на многоэтажный дом. Видеопроисшествие было прислано в рубрику «Мобильный репортер» на сайт «Татарстан-24». Очевидцы сообщают, что все случилось в момент порыва сильного ветра. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Крановщику удалось самостоятельно выбраться из кабины и спуститься на землю. Самые серьезные повреждения получили балконы на 14 и 15 этажах частично заселенного дома. Подробности ЧП выясняются. Вечером на улице Степана Халтурина персонал магазина вовремя заметил, как молодой человек попытался вынести неоплаченный товар. В момент преступления попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Вроде он как заходит сюда время от времени. Может, даже где-то здесь рядом живет? Может быть, не знаю. Молодой человек, как только зашел в торговый зал, сам привлек к себе внимание персонала. Подошел к продавцам узнать, где полки с водой. Для отвода глаз в самом деле прихватил газировку и после этого отправился в отдел с бытовой химией. При этом тщательно озирался по сторонам. Выжидал время, когда поблизости не будет других покупателей. Я смотрю, в этом отделе как раз никого, кроме него, и не было. Ну, естественно, он будет брать, когда никого нет. А что такое? Это шампунь? Шампунь, да. Шампунь прятал его под футболкой. За ним уже внимательно следили сотрудники магазина и дожидались, когда он пройдет мимо кассовой зоны. Он оплатил свою воду, отошел от кассы. Я ему говорю, а у вас есть неоплаченный товар? Он, нету. Я говорю, футболку поднимай. Он поднимает футболку, у него две шампуни. Я ему говорю, давай, вытаскивай. Он, ой, простите, я так больше не буду. Продавцы сразу вызвали на место группу быстрого реагирования. А сами попытались задержать парня, но он начал вырываться. В итоге, после короткой потасовки, злоумышленник сбежал, но зато выронил свой сотовый телефон. Сейчас лето. Вроде бы уж воровать, как сказать, некуда вроде прятаться. А видите, как все равно вот так вот прям... Находят, куда засунуть. Да. По трубке мобильного телефона личность молодого человека удастся установить довольно быстро. Правда, скорее всего, никакого серьезного наказания ему не грозит. Он отделается лишь штрафом. Еще один пожар. Возгорание произошло сегодня ночью в поселке Дербышки на территории завода Хитон. Спасатели МЧС вызвали охранники предприятия. По словам очевидцев, возле одного из складов загорелись емкости с подсолнечным маслом. К приезду пожарных площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. К счастью, угрозы распространения огня не было. Поэтому сотрудники МЧС довольно быстро справились с пожаром. Причину возгорания еще предстоит выяснить. Какого-либо серьезного ущерба огонь причинить не успел. Попытка проскочить перекресток привела к серьезной аварии на перекрестке улиц Островского и Суконной. Киарео протаранил БМВ. Удар пришелся на пассажирскую сторону. Кузов БМВ оказался довольно крепким. К тому же пассажирке повезло, что сработали боковые подушки безопасности. Девушка, конечно, получила небольшие травмы, но они оказались не настолько серьезными. Чтобы немедленно обращаться за помощью к дежурной бригаде медиков. Просто въехала, говорю, ногу очень сильно ударила. Чуть-чуть ссадина и голову. Ждем, чтобы уехать провериться. Молодые люди из БМВ говорят, что выезжая на перекресток по улице Суконной, знак «Уступи дорогу» они заметили заранее. Более того, видели и второго автомобилиста на Киарео. Но думали, что успеет завершить маневр. Ведь до корейской намарки было достаточно большое расстояние. Она не совсем близко ехала. То есть тут как бы знак 40. И логично, что мы спокойно проедем. Но я не знаю, сколько было скорости. Вот въехала на полной. Не остановилась часа. Не большая скорость, а просто маленькие расстояния. Вот здесь уходят. Я их заметил, когда я уже очень близко к ним. Поэтому я притормозил, но уже не получилось. Переложить часть ответственности за аварию на водителя Киарео владельцу БМВ не удастся. А если его пассажирка еще после столкновения обратится в травмпункт, то разбирать ДТП будут уже в судебном порядке. И в этом случае есть вероятность, что виновника даже могут лишить прав. На улице родины Лада девятой модели на всем ходу протаранила Фольксваген. Оба автомобиля получили серьезные повреждения. Люди не пострадали. Владелец Фольксвагена говорит, он никак не думал, что его автомобиль получит столь серьезные повреждения. Ведь в момент столкновения он вообще стоял без движения посередине проезжей части. Мужчина собирался повернуть на заправку и дожидался, когда можно будет приступить к маневру. Владелец девятки свою вину также не признает. Говорит, мужчина на Фольксвагене не стоял, а ехал впереди. Но неожиданно резко затормозил и решил развернуться. Парень на Ладе также автоматически вырылил навстречу, где и протаранил левый бок немца. Ремонт обеих машин станет в копеечку. Но если иномарку еще есть смысл загонять в автосервис, то восстанавливать старенькую девятку может быть нецелесообразным. Покупка подобного транспорта тех же годов, скорее всего, обойдется дешевле. Чья страховая компания и за кого будет компенсировать убытки, решат во время разбора аварии в ГАИ. Кировский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника железнодорожной станции Юдина. За вознаграждение предприниматели просили его закрыть глаза на нарушение. Станция Юдина находится в Кировском районе и по праву считается одной из старейших в республике. На протяжении долгого времени Евгений Осин занимал там должность заместителя начальника. Однако после коррупционного скандала, разразившегося в начале 2017 года, свой пост ему пришлось покинуть. Расследованием дела о взятках занималось Приволжское следственное управление на транспорте. Осужденный, осуществляя организационно-распорядительные функции на станции Юдина, неоднократно получал денежные средства от представителей коммерческих организаций, осуществляющих железнодорожные перевозки через станцию Юдина. За незаконное вознаграждение железнодорожник скрывал многочисленные факты перегрузов подвижного состава, а также иных правонарушений порядка загрузки вагонов в целях уменьшения затрат организации грузоотправителей. Как установило следствие, с заместителем начальника связались несколько предпринимателей. Как уточнили в ведомстве, речь шла о компаниях из нескольких регионов, среди которых есть и заводы, имеющие свои железнодорожные составы. С каждого бизнесмена Евгений Осин брал по 20 тысяч рублей. Свою вину мужчина полностью признал. Суд учел наличие у обвиняемого на иждивении маленького ребенка и пожилых родителей. Кировский районный суд приговорил Евгения Осина к четырем годам лишения свободы условно. Помимо этого ему предстоит оплатить штраф в 200 тысяч рублей.